при случае. Ну, это так, лирическое отступление. А у нас пока ничего не изменилось. Ферзь А3, конь Е4, и... И что? И ход белых. Борис думает, Гельфов, стоит ли ему идти куда? На Аш8? Или на Ф3? Вот это два момента. На Ф3 тоже вроде бы есть ход. Сейчас я вот так как думаю. Ферзь Ф3, то что? Конь Ф6, ферзь Ж3, король Аш7. То, что мы как раз и изучали. Вот давайте посмотрим. Потому что как раз изучали мы с Александром Борисчуком. Конь Ф6, ферзь Ж3, король Аш7. Ферзь Ж5, конь Е4. И тут уже дороги назад нет. Ферзь Бетлэш 5 приходится бить, король Ж7, и... Все. Красивый, кстати, момент действительно. Ферзь Е2, ладит Д8. Интересно, увидит ли это Вишу? В принципе, он обычно очень хорошо и быстро видит подобные трюки. Вот тут, кстати, интересная позиция такого полуэтюдного свойства на самом деле. Что у белых лишняя пеш... В смысле, белые выиграли пешку, и ход их, как бы, черные пока ничем не грозят, но белые ничего не могут сделать. Так неудачно зашли их фигуры в логово соперника, что им теперь оттуда не выбраться так просто. Ну, уже безнадежно, видимо, у белых. Потому что нету, например, вот я хочу еще раз показать вариант. Ферзь Е2, ладит Д8. Грязь Ладит Аш8 мат. Ферзь Б2, шах, Ф6. Ферзь Б7, шах, король Ж6. И черные выигрывают. От Ладит Аш8 нет защиты. Если бы не было бы пешек на доске, то еще можно... Ну, да, в любом случае тут игра на бешеную ладью, на бешеного ферзя, точнее, в любом случае не проходит даже и без пешек. Так. Что тут еще можно сказать? А что еще делать? Ферзь Ф3, вроде бы, такой ход. Ну, Ферзь Аш8 еще есть ход, но тоже Конь Ф6. И вроде бы там мы уже были, как бы. В общем, сейчас Борис задумался, Гельфант, надолго. Он, наверняка, видит все эти... Тем более, не так уж глубоко они зарыты, все эти тактические возможности. Фигур на доске мало. Считать варианты достаточно легко. Поэтому он думает уже минут, наверное, там 8 над ходом. Сейчас прошел впервые в этом матче, пошел второй контроль времени. То есть соперники сделали 40 ходов. Сейчас идет... Сейчас Борис думает над своим 41 ходом. Борис такой сделал, такое выражение лица, что, в общем... Не то, что какое-то особенное выражение лица, но, в общем, такое. Все-таки интересно надо наблюдать за мимикой шахматистов. Вот даже мне. Не за доской, а вот когда смотришь вот так на экране. Потому что за доской часто... Когда ты сидишь сам за доской напротив него, ты часто не замечаешь таких нюансов. Ну, что тут можно сказать? Трудно предположить, что это такое кардинальное за белых. Кроме Ферзь Аш8 или Ферзь Аш3. А Саши пока нету, и даже не с кем поговорить на отвлеченные темы. Я надеюсь, все-таки, что Саша сейчас появится. Он, кстати, шахматист тоже достаточно молодой. Все-таки. И он и курит, и пьет. Хотя он говорит, что с этим сейчас проблемы у шахматистов. Так что вы видите, я думаю, он как раз вышел перекурить. И поэтому он сейчас вот-вот вернется. Я это к чему говорю? Я объясняю причину, может быть, его отсутствие наиболее вероятную причину. Вот, что тут сказать? Что тут можно сказать? Особо ничего не скажешь. Боря сейчас решает, стоит ли ему продолжать попытки игры на выигрыш. А если стоит, то как? Или, может быть, просто предложить ничего и разойтись по гостиничным номерам. Почти что по домам. А я хочу объявить, что завтра на матче будет, снова объявить, что завтра на матче будет Эдуард Родзинский, известный историк. И, возможно, может быть, он даже к нам зайдет, кабинку комментаторскую на какое-то время. Так что вы можете завтра рассчитывать, услышать что-то от него. Может быть, даже его комментарий к очередной партии. А завтра уже будет десятая партия, кстати. Все ближе и ближе финиш. Интересно. Интересно все-таки, как развивается борьба. Шесть партий, вроде бы, чисто такое минорное развитие событий, прощупывание слабостей и так далее. А последние три как-то резко отличаются на этом фоне. В общем, я тут пока замолчал. За мной, вот рядом со мной англоязычные коллеги, особенно Петя Свиллер, продолжают свой репортаж. Так довольно бойко говорят они. Я слышу, особенно Петя так довольно бойко говорит по-английски. Ну, не знаю я, честно вам сказать, не знаю. Даже теряюсь догадкой, что сейчас можно сказать. Про позицию точно в данный момент ничего нового я добавить не могу. Потому что уже... Еще раз сразу, чтобы показать эту красивую коробочку, я думаю, которую мы уже показывали. Ну, может быть, кто-то сейчас присоединился к нашей трансляции в данный момент и не видел, может быть, то, что мы показывали раньше. Ферзь Ф3, Конь Ф6. Белые должны... Ну, если белые хотят играть на победу, вроде бы не видно ничего разумного более, чем Ферзь Ж3-шах. Король идет на А7, Ферзь Ж5. Нельзя ходить тут Король Ж5 из-за Конь Е4-шах. И теряется Ферзь. Поэтому, если белые играют на победу, то они ходят Ферзь Ж5, что является решающей ошибкой здесь. Неожиданно. Потому что Конь Е4 неожиданно такой ресурс. Я Ребят Х5, Король Ж7. И нет защиты от Ладья Д8 и Ладья А8 с выигрышем Ферзи Алью с матом. Красиво, кстати. На самом деле красиво. Что-то у Саши Перекурз затянулся немножко. Но ничего, я думаю, мы справимся с этой позицией как-то и без него пока. Виша наверняка заметил эту ловушку. Он пошел Конь Е4, все-таки довольно уверенно. А что так Боря долго думает? Все-таки он пытается поставить какие-то Цукцванги, типа Ферзь Х8, Конь Ф6, Ферзь С8. Или может быть наоборот. Сначала Ферзь С8, Конь Ф6, а теперь Ферзь Х8. Что-то вот такое. Но нет у меня такого впечатления, что черных здесь возможно поставить в Цукцванг. Владяя Д4, можно пойти в конце концов. Теперь Ж3, это совсем захлопывает коробку. О, а вот, кстати, раздвигаются шторы и стремительным шагом. Вдруг откуда не возьмись. Да, вдруг откуда не возьмись, появляется мой напарник по комментарию. Партнер, можно сказать. А то мне одному тут уже, честно, откровенно я заскучал немножко. А, кстати, я вот сейчас наблюдал. Да. Микрофон включил вроде. Да. Вот, наблюдал. Там очень оживленные идут, разбирают эту позицию гроссмейстеры. И что они разбирают? Какой-то Ферзь Ф3 ход. Так только что мы его смотрели, Конь Ф6. Да, я не понимаю, в чем идея. Только что я как раз и показывал это. И причем я уже в два раза успел показать за неимением того, что еще можно показать, кроме этого хода. Ну да, то есть, ну, может, теперь все-таки пора королем уйти с этой... С гибелью, да? И что, и, в общем, признать, что это было... И потом делать то же самое. Тогда ты уже можно будет Ферзем на G5 проскакивать. Ну, дело в том, что я к конь Е4 дам шаг снова, и на король H2 пойду H4. Ну, может, это нужно как-то умнее делать. А как умнее? Вот мне непонятно так. А тут уже черные сейчас будут играть на победу, если им позволят. Конь G3, ладидадид я имею в виду. Не, ну я шучу, конечно. Направеды черные играть тут не будут никогда. Ну, а как? Ферзь Б3, что ли? А тогда будет бешеный Ферзь, кстати. А нет, его сложный организм. Ферзь H5, Конь бьет H5. Ну, Ферзь Б3, правда, Ферзь Б8 здесь может зайти. Да? Ну, все равно. Вот где Д1, то Ферзь Б8. И на Конь G3 тогда... А, тогда Конь F2, правда, есть вход. Но Ферзь G8, шаг тогда... Ну, да, и все съел. И все съел Ферзь он. Хорошо, допустим, Король снова уходит. Ну, допустим, Ферзь F3, Конь F6, Король G3. Он уходит назад, да? Король убегает, спасается бегством, то есть от нашей этой страшной... Ну, может, несколько умнее при Ферзе на H8 просто убегать, я не знаю. Ну, допустим. А куда, собственно, убегает Король, большой-большой секрет. Есть вот ладят Д6 просто. Тоже мы нападаем. Ты убегаешь, я нападаю. Ферзь Б7, ладят Д7. Ну, я не знаю, или это все ерунда. Ферзь Б8, да, теперь назад? Ну, допустим. Ну, допустим, я не знаю. А что-то такое уже было, ну, просто Король, да? Ну, да. Здесь. Ну, допустим, попробуем... Ладят Д7, король Д2, ну, допустим, ладят Д7. Да, и вот ключевой момент. Я потом конь Е4 все равно пойду. И к шаху-то не будет Ж3 все равно. А, ну да. Ну, а как? А, Ферзь Б5. А, нет, или это нет? Вот я где-то видел. Может быть, при Короле на H4 есть ход Ферзь Б... Ферзь Б7, Ферзь Б5. Да, и потом защитил Ферзь Е2 ходом. А, о, вот это, наконец-то, мы нашли вариант, где белые могут выиграть даже. Да, хорошо. Как это пошло бы? Ну, вот как-то так. Ну, нужно утомить сначала соперника бессмысленными какими-то манёбрами подольше. Утомить. Ну, это классическая стратегия. Утомить. Да, это говорят там не спеши туда-сюда. На самом деле это просто чисто психология. Чистая игра на психологию. Ну, хорошо. А куда он пошел? Он, по-моему, так и пошел, нет? А он вообще никак пока не пошел. Как нет? Его ход, да? Значит, вот эта позиция сейчас у нас на доске стоит. Нет, ну, может быть, Ферзь H8 можно пойти и на КОНЕ в 6, Корой G3. Ферзь H8, КОНЕ в 6, Король G3? А, по-моему, так это и было уже, нет? Тут он в партии. Ну, наверное, но он не в ту сторону пошел. Ну, хорошо. Ладно. Ну, допустим, я играю Ладья Е7. С идеей Ладья Е8. Ферзь должен убегать там на Б8. Ну, хорошо. Ладья D7, наверное, придется, да? Ладья D7, Король H2. Хорошо. Выманили пешку, значит, на H5. Является ретодостижением особо. Трудно поверить, конечно. Я могу, собственно говоря, здесь играть и КОНЕ в 8, потом КОНЕ в 7, КОНЕ в 8, потом, когда Ферзь выйдет. Ну, например, так пойдет. Ну, Ферзь B2, ладно. А, Ферзь Е5 и Ферзь B2, может быть, есть какая-то связка такая? Ну, вряд ли, конечно. Хотя, как-то на связку поиграть. Ферзь B2, хорошо. Ладья D6. Да, это я ничего не задеюсь. Ну, ты можешь назад, а я не знаю, куда-то. Не, еще есть какая-то идея при Короле на H4? Не, ну, я не знаю, я пойду вот так, Король G7 поставлю. Вот ты уйдешь, а я уйду Королем на G7. Что ты можешь сделать? Вот мне интересно. Как только ты пойдешь на G3, я снова пойду на G6. Пусть будет так. Вроде только что стояли там, правильно? Ну, Ферзь B3. Ну, я, допустим, провожу свою идею. Такую глупую, может быть, но такую. То есть, не обязательно идея, но возможная. Короля на Е7, КОНЕ на Е4 опять держат вот так. Ладью на D6, на D7. Я не знаю. Опять Белый пойдет Королем. Опять пойдет Королем, да? Ну, может. Ну, вот так он уже крутит. Если реально хотеть выиграть, он уже вот так вот крутит. Нужно, конечно, действовать на нервы и пытаться замусорить мозги, грубо говоря, сопернику и выиграть. Это такой метод, кстати, очень действенный часто бывает, на самом деле. Ну, мне кажется, вряд ли он сработает в этой позиции. Слишком уж. Есть еще какая-то идея. Вот при КОНЕ на H4 попробуйте Ферзь B5. Вот, например, ну вот как бы это сделать. Вот позиция стоит сейчас на доске. Ну, то есть, допустим, сейчас тут так вот не получится. Ну, как бы это по ходам. Ну, допустим, так, Боря вот Ферзь B7 пошел. Ловушка что-то... А, извиняюсь, как Ферзь B7? Ферзь C8. Тут никакой ловушки нету. Это сложная ловушка назвать. КОНЕ в 6 назад, наверное? Да. И так вот, если бы тут у белых по СКОНЕ в 6, Ферзь стоял бы на B5? Допустим. То был бы дикой силой ход G4. Что дикого такого в нем? Ну, а Ж побил пока и пошел ладьей на D8. Или там на D4. Опять GF, ЕF, те же Бора, например. Нет, мы не будем GF, ЕF. А, как ты будешь там? Ну, ладья D4, просто хитренький ход. Ну, хорошо, мы не такие уже простые. Ты хитра, а мы что, мы должны быть уже совсем простыми? Ну, ладья D4, Ферзь B8. Ф, Ж. Ферзь C7. А, сейчас, секундочку. Значит, Ферзь стоит на B5, да? Да, да, да. Ты говоришь G4. Да. Дьявольский замысел. Ну, а Ж, СОВ, Е, безусловно, а Ж. Ладья D4, ты ходишь куда, Ферзь B8? Да. Ну, я бью на F4, а, ну, тогда, да. Ну, там тоже были все ключи, но хотя нет, это я согласен. Ну, ладно, давайте посмотрим. Это все, как мы так. Конь, да, F6. Не понял, как он пошел? А, Конь F6, как мы и говорили, да. Конь F6. Вот эта позиция стоит на доске. А, ну, можем вот Ферзь B8, то есть. Да, Ферзь B8. Уже была такая, кстати, позиция у них. Вот, по-моему, на 38-м ходу. Давайте изучим. Да. Кто там пошел на король H4? Ну, вот, король H4, король H6. Ну, после король H4 получается эта позиция. Вот, значит, Ферзь B8. И на король H6, как вот сыграл Виши, Ферзь B5. То есть, он осуществляет этот замысел. Да. Поистине иезуитский. Так, G4. HG. HG. Да. Давайте поглядим более внимательно на эту позицию, взглянем. Так, свежим взглядом. Есть вот ЛД5. Вообще-то, а что ты хочешь? Ферзь B8 назад? Да. А, Ферзь B7, ЛД7. Ну, Ферзь B8. Да, уже не хочется. Это Ферзь H7 все-таки, это вряд ли удастся остановить пешку. А ЛД7 тоже 5. Да, и все. Почему все? Еще не все, да? Или какой H5 там? Почему все? Ну, если это не все, то он Ферзь H8. А, ну да, 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 да. Пардон, там Ферзь H6, Ферзь. Там все, действительно. Значит, HG, вот такая позиция. Тут смысл в том, что нету ход ДФЖ из-за Ферзь G5 шаг. А и нету взятия конем из-за того, что ЛД8 висит. Хорошо, но ЛД4, ты говоришь, Ферзь B8. А если я бью так? Я бью. И ЛД3. ЛД3, вот наш ИЗУ. Вот то, что мы как раз и говорили, что вот такие вот, что такие коробочки, они возникают. И вот этот иезуитский воистину замысел, как я его назвал, он привел к тому, что черные сейчас ставят мат белому коробку. Вот, пожалуйста. Ну, кстати, что она? Вместо Ферзь бьет А7, а, уже ЛД7 черный. Ну, Ферзь Б8 можно и не бить, но ЛД7 черный играет уже на победу, ну, потому что материальный перевес у черных. Ага, так, хорошо, ЛД4, значит, верни. О, вот это интересно. Так. Есть ход G5. G5 ЛД4, потом коробит G5. Ферзь Б7. Ну, это что-то уже слишком... Может, она тоже там за два хода пройдет, то есть? Ну, давай изучим. Хорошо, как ты говоришь, G5? Сейчас, я еще немножко подумаю, может... На G5 конь H5 еще могу сразу пойти. Ну, ладно, а что это? Нет, ну, в общем, я бью, ты говоришь, король... H3, наверное, что-то не хочет. Ну, могу, что здесь я могу сделать? Есть вот Конь Д5, Ферзь Б8 тогда, да? Ладья там А4, Конь Б4 тоже не сейчас, скорее всего. Ну, хотя там какие-то матовые мотивы, но это я не хочу. А король G5, Ферзь Б7, да? Вот это интересная позиция. Шах, 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 шах. Шахов много. Шахов много очень, и такое ощущение, что... Ну, вряд ли тут белые могут выиграть даже здесь. Ну, да, но это интересно. Ну, это и есть интерес, да. По крайней мере, побораться можно, да. Если тоже не будет какой-то матовой сетки. Или вечный шахов. Ну, или вечного шага, по крайней мере. Я не знаю, не знаю, что тут сказать. Тут тоже есть, например. Ну, если уж совсем плохо, то какой-то вот такой есть, наверное. Ну, Ферзь Б8. Ну, и потом ладят С4, а С7, ладят конь С7. Я имею в виду вот так, задержать. Ну, по крайней мере, да. Здесь можно, по крайней мере, морочить голову здесь можно точно. Хотя пешек тут не осталось. Ну, ладно. Ну, в общем, тут возможны какие-то... На это идти не хочется, черные. За доской так точно. Ну, в любом случае, вот этот вот G5, это не выглядит уже. Это выглядит уже скорее, как искусственная игра. А, хорошо. А не было ли еще хода? Король H3, это, конечно, интересная позиция. Ну, давайте посмотрим, рискнет ли Боря пойти на нее. Ну, пока у него и возможности нет. Пока не уже. Я думаю, все-таки, что-то ничего не дает объективно. Но надо считать варианты некоторые. Кое-какие. Ну, а вот, допустим, вот как в партии. То есть, вместо на самом деле под ферзь Б5, что, наверное, есть ход какой-нибудь ладья Д5, да? Вот здесь? Ну, есть ход ладья Д5, конечно, и назад на Д7. Ну, мне кажется, что мы как-то сами себя... Тут главное самому себе голову не задурить, как это бывает часто в таких позициях, что ты сам начинаешь какие-то мифические проблемы, якобы, которые возникли, что ты сам начинаешь в них верить, начинаешь с ними бороться, и потом пропускаешь реальную проблему. Это бывает часто, кстати, достаточно. И у меня это было не раз. Конечно. И у многих других, наверное, тоже. То есть, с этой точки зрения партия продолжается, это можно понять, потому что действительно есть где-то вероятность, что черные условно ну, где-то там переоценят грозящие им опасности. Что-то такое. Ну, почему? Мы такой долгой партии еще не имели в этом матче. Да. Не видели. Так что... Невиданный накал. Ну, накал борьбы есть, безусловно, но остается. Видно, что Виши так еще тоже немножко нервничает. А Боря, по крайней мере, еще ищет возможности, как поставить перед ним проблему. Я помню, я как-то первый раз играл в турнире в Динарисе, и там можно было заказывать напитки, прямо сидя за доской. Официантки подходили. И я как-то раз играл с Леком, построил крепость, ну, абсолютную. То есть, я могу... Ну, вместо меня можно там девочку, которой только-только правила объяснили, посадить, и она не проиграет. И тут он задумался где-то на полчаса. А он задумал, какой напиток, видимо, выбрать. А я вот, да, я хотел пиво заказать, но потом думал, ладно, неудобно. Интересно. Интересная такая деталь, интересный рассказ. Ну, сейчас это удобно заказать пиво, вот в данный момент. Ну, я думаю. Сейчас удобно, но нет возможности. По-моему. Я бы не отказался, конечно. Я вам же сказал тут, кстати, что Саша Шматист еще далеко не старый, но он курит и выпить может. Мы как раз говорили на эту тему. Нет, ну, я говорю, из молодежи. Ну, ты тоже еще для меня все-таки, в моих глазах еще молодой. Ну, и так, на самом деле оно есть. Еще 30 лет нету. Наверное, 28, 29. Да, 28. Ну, так что. Значит, что Крамникова мне еще лет 5 назад думал, что мне за 30. Что, серьезно? Это было довольно забавно. Нет, я так никогда еще не думал. Вот английские комментаторы, они как-то более... А я тут, я просто тоже сказал, что они живо, да, живо. Я не понимаю. И они в чем-то живо обсуждают эту позицию. Я не понимаю. Питер очень все-таки любит вот так. Ну, и может быть, мы что-то не видим действительно. Хотя, вот, судя по такому глубокой задумчивости Бориса Гельфманда, он тоже не особо видит, что тут можно сделать. При том, что вот интересно, я открыл для себя Свидлера с новой стороны. Обычно он с ним о шахматах может разговаривать не дольше, чем 15 секунд, после чего ему становится нестерпимо скучно. Ну, ты не сдавай уже совсем все секреты. Ну, уже совсем всех ты уже. Ну, ладно, давай продолжай дальше. А сейчас он говорит голода. Да, причем он в совершенно неинтересной позиции. То есть удивительно. Как людей камера меняет? Ну, а, кстати, да. Между прочим, вот этот вот сам процесс, когда ты перед камерой, перед слушателями, это же тебя вдохновляет, в общем-то. Вот я по себе чувствую. На самом деле. Это очень... Вообще журналистика шахматная это очень, по-моему, интересная вещь на самом деле. А вообще, кем бы ты хотел стать? В детстве я хотел быть актером. Но это в детстве, в таком, когда я еще был маленький. Кем бы я хотел стать? Ну, вот стать и журналистика как раз только такого интересного свойства, а не там... Потому что журналистика тоже разная бывает. Как раз была бы для меня больно... Не про Оксению Собчак писать, да, ты бы хотел? Не, ну зачем? Вообще про людей писать, но это как-то не очень интересно. Ну что? У всех у нас есть свои недостатки, свои достоинства. Вот про такого, как Михаил Талли, тебе было бы интересно написать. Но я все-таки с ним знаком вас. Ну, не так хорошо знаком. Про Фишера было бы интересно, конечно. Неординарная совершенно личность. Тоже. Шахматист, по крайней мере. Личность, я не знаю, он у шахматистов. Да и про Гарри Кимовича, в конце концов. Да много, мало ли про кого на самом деле. Но... Не знаю. В любом случае, мне вот это вот, то, чем я сейчас занимаюсь, это я практически первый раз в жизни, у меня такой опыт. Мне это как-то более-менее нравится. И вообще, даже интересно, я бы сказал. Мне тоже, да, интересно. Но все-таки, да. Хотелось бы, чтобы все-таки как-то что-то больше событий происходило. Ну, кстати, вот понимаешь, какие недостатки шахмат, когда вот так комментируешь, что действительно бывает скучновато. Но именно классических шахмат? Ну, наверное, да. Что все-таки 4 часа, вот сейчас уже пошел пятый час игры, что все-таки мало кто из людей, только такие люди, может подряд просидеть. Ну, безусловно, надо уходить куда-то, потом превозвращаться. Вот так. Чтобы подряд сидеть, это все-таки нужно действительно очень-очень любить шахматы.